Административная реформа В том случае, если волости откажутся или не смогут объединиться в добровольном порядке, закон оставляет за государством право перекраивать границы в приказном порядке. Это уж точно нравится не всем, и на местах считают это совсем не европейским давлением на самоуправление. Но выход есть. Согласно тому же закону, местные самоуправления имеют право обращаться со своими жалобами прямо в государственный суд, что многие из них и делают. Впрочем, Калли Ланнет, глава Конституционной комиссии Риги Когу, которая по каждому из обращений предоставляет госсуду свою оценку, считает, что претензии местных властей не оправданы. Одной из претензий является то, что на добровольное объединение самоуправлений дано недостаточно времени. Рассмотрев жалобу, комиссия пришла ко мнению, что такая точка зрения не обоснована, а законодательство не противоречит Конституции. Конечно, окончательное решение за государственным судом. Именно его слово здесь будет решающим. Напомним, что по замыслу архитекторов административной реформы процесс объединения должен быть завершен уже к муниципальным выборам следующего года. Но, как сегодня отмечает в своем заявлении коллегия «Радар» реформы, основанная авторитетными бизнесменами страны, за последние два месяца по факту ничего не произошло. Процесс застопорился, по-прежнему остается много нерешенных вопросов, и за эту деятельность они поставили властям двойку по пятибальной системе. Число протестующих растет, теперь возможность обращения в суд взвешивает еще одна область — Кулама. Ее руководство считает, что инициатива правительства нарушает права самоуправления. Депутат парламента Майлис Репс, которая в последние недели посетила более сотни различных властей, считает, что взгляд правительства слишком общий, тогда как во многих случаях нужен индивидуальный подход. Но есть в регионах на южной части, в Эстонии, в Рума, в Алгаме, там очень много вопросов. И, конечно, вокруг озера Псков, там я могу сказать, но большинство, все самоуправления сказали, что они не счастливые, что такой процесс начали, что вот сильным силам начинают друг друга, как сказать, любовь дать, но этого не получается. Кроме конвейерного подхода, в реформе смущают и другие нюансы. Например, закон говорит о том, что необходимо узнать мнение населения об объединении, но при этом принимать это мнение во внимание вовсе не обязательно. Также неясным остается и то, откуда взялась цифра 5000, именно столько должно жить людей в новых административных границах. Ведь плотность населения везде очень разнится, и здесь тоже следовало бы исходить из каждой конкретной ситуации. Алексей Иванов, Сергей Попридуха, Первый Балтийский канал.